Здравствуйте, меня зовут Ирина и я рада приветствовать вас на своем канале Second Club, который создан специально для любителей находок Second Hand. В этом выпуске мы погрузимся с вами в мир эксклюзива, люксовых брендов, роскошных винтажных находок, классических образов и дорогих тканей. Я постараюсь показать вам, что можно выглядеть статусно и дорого, одеваясь в Second Hand за копейки. Не зря многие звезды и мировые знаменитости, которые могут позволить себе дорогую дизайнерскую одежду, совсем не стесняются покупать и носить подержанные вещи. Мадонна, Джулия Робертс, Кейт Мосс, Роберт Паттинсон, Аврил Лавин, Шерон Стоун, Дрю Берримор. Согласитесь, список внушительный. А Вейнона Райдер, отправляясь на шопинг, всегда руководствуется девизом. Неважно, сколько стоит одежда, главное уметь ее носить. Королем сегодняшнего выпуска станет классический бежевый. Из находок Second Hand в этом цвете мы составим полноценную капсулу и дополним ее яркими акцентами. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, как всегда будет много полезного и интересного. И начну я свой обзор с уникальной находки. Это оригинальная блуза от бренда Versace, которая мне досталась в прошлый завоз всего за 350 рублей. Те, кто подписан на мой инстаграм, уже видели ее в сториз. Находка удивительная, потому что этот магазин был не первой в очереди. И приехала я туда уже в районе 12 часов, когда основная масса народа прошла. И все самое ценное уже раскупили, особенно бренды. Но иногда у меня такое ощущение, что мои вещи меня дождутся. Как и эта блуза. Она оказалась в моем размере. Идеально на меня села. Выполнена из стопроцентного шелка. Это оригинал, все бирки на месте, брендированные пуговички. Чудесная находка. Наверное, нет таких людей, которые бы не знали бренд Versace. Основан он был в 1978 году в Милане модельером Джанни Versace. На данный момент главой модного дома является его сестра Денателла Versace. Немногие знают, что за голова изображена на логотипе бренда. Это голова медузы Рондонини, копии Горгоны, которая украшала щит статуи Афины Парфенос. Джанни Versace говорил, что этот выбор абсолютно сознательный. Медуза символизирует красоту и роковые чары античной древнегреческой классики, как в искусстве, так и в философии. Она синтез красоты и простоты, которая в прямом смысле парализует и даже гипнотизирует. Следующая крутая находка это роскошные туфли от бренда Tori Birch. Когда я увидела их в магазине, я подумала, что это не мой размер, потому что на оборотной стороне было указано 6,5М, а обычно я беру себе четвертый. Приехала я домой, выложила их в сториз и где-то примерно 10 человек мне написало, какие классные туфли роскошные от бренда Tori Birch нужно срочно брать. И я решила съездить за ними на следующий день. Приехала в магазин, они оказались на месте, дождались меня. И когда приехала домой и померила, они оказались моего размера. Мне даже в голову не пришло, что может быть указан американский размер, потому что раньше я с ними не сталкивалась. И оказалось, что 6,5М это размер 37,5М, а L это средняя полнота ноги. В 2004 году Tori Birch создает одноименный бренд, но перед этим успевает поработать в знаменитых модных домах, таких как Ло Эве, Вера Ванг и Ральф Лорен. Поэтому, открывая свой первый магазин, она отлично понимала, какими должны быть вещи, чтобы мимо них было невозможно пройти. Бренд Tori Birch приобрел популярность буквально с открытием первого магазина, в день открытия которого были раскуплены практически все товары. Магазины работают не только в Америке, но и в других странах. Коллекции бренда можно увидеть и в Москве. И купила я эти чудесные туфли за 450 рублей. Дополним этот комплект роскошной сумкой в молочном цвете от бренда Dissona, который в 1991 году распространился по всей Европе, Америке и даже Африке и был официально признан мировой торговой маркой. Сумка интересной формы, выполненной из натуральной кожи с тиснением под рептилию. Она в идеально новом состоянии, на ней совершенно нет следов носки. И что самое удивительное, купила я ее на скидке 50% за 750 рублей. Изначальная цена была 1500. Следующая находка это объемный жилет в молочном цвете от бренда Fabiani. Он состоит на 70% из мериносовой шерсти и на 30% из акрила. И купила я его на скидке 50% за 175 рублей. К этому жилету отлично подошли трикотажные брюки от известного турецкого бренда Sabrio Zell. Выполнены они на 50% из мериносовой шерсти и 50% акрила. И купила я их на скидке 40% за 210 рублей. Следующая находка классическое пальто светло-бежевого цвета от российского бренда Trifo, который был основан в 1998 году и производит высококачественные пальто из натуральных тканей, продуманное до мелочей. Пальто состоит на 90% из шерсти, 6% шелка и 4% нейлона. И купила я его на скидке 50% за 375 рублей. Изначально оно стоило 750 рублей. КОНЕЦ Следующая брендовая находка, которая меня удивила, это сумка от бренда Miu Miu. Она винтажная, выполнена из натуральной кожи, форма классического багета в бежевом цвете. Состояние было отличное, за исключением некоторых нюансов, о которых расскажу позже. Купила я ее на второй день после завоза за 315 рублей. Не купили ее в первый день по одной причине. Лента, которая была продета, от времени истлела и развалилась на мелкие куски. Это придавало сумке неопрятный вид и многие подумали, что же с этим можно сделать. Но не я. В тот же день я купила кожаный ремешок от другой сумки и использовала его как ленту. Результат получился отличным. Miu Miu это люксовый итальянский бренд женской одежды и аксессуаров высокой моды, полностью принадлежащий Prado. Основан он был в 1993 году Miu Miu Prado, который приходится внучкой основателя модного дома Prado. Иногда мне в комментариях пишут, раньше было старье, а теперь винтаж. Некоторые люди просто не могут понять ценность этих вещей. Это как дорогое выдержанное вино. Вкус его понятен не каждому, а особенно стоимость. У некоторых людей психологический барьер по поводу винтажных вещей. Они считают их чем-то старым и неприемлемым. В основном это люди советской закалки, когда девизом было самое лучшее, самое красивое, самое новое. Само слово винтаж французского происхождения, взятое из виноделия, обозначает высококачественное вино определенных урожайных годов. Для винтажной вещи характерно. Возраст не моложе 20 лет, а некоторые считают, что не моложе 30 лет. И не старше 60-80 лет. Все, что старше, это уже антиквариат, а моложе современная мода. Винтажный стиль появился и вошел в моду в начале 90-х годов. В основном благодаря увлечению им топ-моделей и знаменитостей, таких как Джулия Робертс, Рене Зильвегер, Кейт Мосс. В России признанным знатоком винтажной моды и аксессуаров является историк моды Александр Васильев. Коллекция которого насчитывает сотни предметов, начиная с 18 века и до наших дней. Следующая находка бежевые брюки от испанского бренда Carteffier, который является вторым по величине ритейлером модной одежды на Пиренейском полуострове. И включает в себя три испанских бренда. Это Carteffier, Springfield и Women's Secret. Брюки выполнены на 98% из хлопка, 2% эластана. И купила я их на скидке 20% за 280 рублей. Первоначальная цена была 350 рублей. Следующая находка это жакет в основном цвете нашей капсулы, выполненный из 100% шерсти от российского премиального бренда Vassa & Co. Основан он был в начале 2000-х годов и на сегодняшний момент это один из немногих российских дизайнерских брендов, который имеет широкую сеть магазинов и собственную производственную базу. И купила я его на скидке 60% за 100 рублей. Следующая находка это классический кардиган в бежевом цвете, выполнен из 100% шерсти, он винтажный. На отбирке указано производство Чехословакия и на секундочку это государство прекратило свое существование еще в 1993 году. И купила я его на скидке 50% за 175 рублей. И еще одна шикарная винтажная находка, укороченное пальто в цвете Camel от английского бренда Estex. Состоит оно на 50% из альпаки и 50% шерсти. И купила я его на скидке 50% за 250 рублей. Как всегда привела в порядок, постирала, отпарила и оно стало выглядеть как новое. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok В комментариях вы задаете мне вопросы о том, из какого я города, сколько мне лет, кем я работаю, какой мой стаж похода в секонд-хенды, как я монтирую видео, сама или нет, откуда такая грамотная речь. И сегодня я решила немножко рассказать о себе, чтобы чуть ближе познакомиться с вами. Думаю, кому-то это поможет лучше понять меня, мою точку зрения, по какому принципу я выбираю вещи и образы. Мне 34 года, по гороскопу я овен, мой рост 160 см и вес 55 кг. Эти данные нужны для тех, кто хочет сориентироваться в размерах одежды. Я из Челябинска, мой стаж походов по секонд-хендам не составляет даже года. Попала я туда случайно. В прошлом году, в разгар пандемии, первое, что открыли в Челябинске, это были секонд-хенды. Когда первый раз зашла, то мне было дискомфортно, не понравилось. Но потом я нашла для себя первую категорию, которую мне хотелось рассмотреть, и это были платья. По той причине, что платья практически всегда мало носят, надевают один-два раза и сдают почти что в новом состоянии. Кстати, первый магазин, в который я попала, был Кипарис. Ассортимент в нем даже не сравнить с зигзагом, но на тот момент я умудрялась что-то находить даже в нем. И первая находка, которая меня просто повергла в шок, это было шелковое платье. Когда я его купила, я не знала, что это шелк, и я пришла домой и начала рассматривать, загуглила, что это за бренд. И когда узнала, что это 100% шелк, вот только тогда до меня дошло, что в подобного рода магазинах можно найти что-то действительно стоящее, то, что я не могу купить в обычных наших магазинах. В этот момент я совершенно не рассматривала для себя такие категории, как джинсы, брюки, обувь, белье, потому что считала, что эти вещи очень заношенные, а обувь это не гигиенично. Первое время, когда я ходила в секонд-хенды, наличие маски на лице, это было просто спасением, потому что, вот честно, я боялась, что кто-то из знакомых меня увидит и узнает, что я хожу в подобного рода магазины. Ну а так как была пандемия, ходить было больше некуда, поэтому я очень часто ходила в секонд-хенды и со временем начала вникать, смотреть информацию о брендах, о качестве, о тканях. И скажу честно, что до похода в секонд-хенд в моем гардеробе никогда не было вещей из шелка и кашемира. Не потому что я не могла себе их позволить, а потому что я просто не задумывалась о качестве, и покупала то, что продают в масс-маркете, в основном это синтетика, но меня это мало волновало, потому что другого я в принципе не видела. Со временем все стереотипы из моей головы улетучились, скажу сразу, что этот барьер было тяжело преодолеть, на это ушло несколько месяцев, чтобы я действительно расслабилась и начала ходить на поиски с удовольствием. У нас в Челябинске три крупных сети секонд-хендов, это Кипарис, Мегахенд и Зигзаг Удачи. Самым первым для меня был Кипарис, я довольно долго в него ходила, но там практически невозможно найти шелк, не говоря уже о кашемире, и вещи в основном все старомодные, поэтому мне не очень нравилось, и сейчас я туда практически не хожу. Следующий секонд-хенд был Мегахенд, который меня просто поразил своими скидками. Я приходила на скидку 80-90% и нагребала просто огромные пакеты вещей, тащила все это домой, мне казалось, что это все так круто и классно, но со временем я охладела и к нему. Объясню сейчас почему. Потому что на скидках в основном представлены вещи не очень хорошего качества, состава, недорогих брендов, и я просто устала от такого количества обычных вещей. Со временем мне захотелось чего-то особенного, эксклюзивного, уникального, и такие вещи можно было найти по доступной цене только в Зигзаге Удачи. Первоначально, попав в Зигзаг Удачи, мне он очень не понравился. Я пролистала вешалки с вещами, помню первые были джинсы, посмотрела, что там встречаются Остин и Сити, и все, что продают у нас в обычных магазинах. И я подумала, что какая-то фигня, больше я в него не пойду. И потом настал тот момент, когда я обошла все кипарисы, и мне просто некуда было идти, и было очень скучно, и я решила снова зайти в Зигзаг Удачи. И вот тогда уже я хорошо рассмотрела, это была, по-моему, скидка 40%, а первый раз я попала на финальную скидку 60%, само собой там уже ассортимента никакого не было. Ну, в общем, на 40% меня зацепили сумки. Я нашла себе первую кожаную сумку в этом магазине, и поняла, что это просто Клондайк. С тех пор это мой любимый магазин, мне удается находить там уникальные, качественные брендовые вещи, и просто те вещи, которые мне нравятся. Несмотря на то, что в нем где-то 60-70% масс-маркета, это меня не смущает, я просто эти вещи не рассматриваю для себя, и ищу то, что мне нужно. И еще несколько фактов обо мне. По образованию я филолог-лингвист, отсюда такая любовь к классике, это касается моды и стиля, литературы, искусства. Также у меня есть художественное образование, отсюда такая любовь к цвету и понимание его основ. Свою карьеру я начинала дизайнером рекламы, проработала в этой сфере более 5 лет, и окончательно ушла в творчество. На данный момент я уже более 6 лет, профессиональный свадебный фотограф, видеограф и монтажер. Поэтому все свои видео я снимаю и монтирую сама от и до. Опыта работы на камеру у меня никогда не было, я всегда была по ту сторону, поэтому с появлением канала пришлось всему учиться заново. По работе я объездила полмира, отсюда такая большая насмотренность, которая помогает при выборе вещей и составлении образов. Ну и одна из задач фотографа, это подбор образов для своих клиентов на фотосессии. Теперь это приходится делать для себя. Лучше всех рассказать о человеке, о его взглядах на мир, может только творчество. Ну а впереди нас ждет еще очень много находок и образов. А я и в дальнейшем буду стараться отвечать на все интересующие вас вопросы. И переходим к акцентным вещам, которыми мы дополним нашу капсулу. С бежевым отлично сочетаются чистые яркие краски. Следующая находка это пулловер от всемирно известного итальянского бренда Луиза Спаньоли, который был основан в 1928 году. И первое время одежду этого бренда могли носить только королевские и привилегированные особы. Купила я этот пулловер на скидке 50% за 100 рублей. Следующая яркая вещь в актуальном зеленом цвете юбка в длине миди от бренда Zara. Бирки с составом не было, но по ощущениям это леоцел. И купила я ее на скидке 60% всего за 100 рублей. Одним из главных цветов 2021 года по версии института Пантон стал изумрудно-зеленый. А еще мятный, фисташковый, малахитовый, хаки, оливковый цвет весенней травы, зеленого яблока и морской волны. Это неполный список оттенков зеленого цвета, который в 2021 году покорил сердца дизайнеров, стилистов и знаменитых модниц. Следующая уникальная находка это трикотажная блуза, выполненная из стопроцентного шелка в красивом пыльно-синем цвете от одного из старейших модных домов Италии Сальваторе Феррагамо, который был основан в 1928 году. Судя по бирке блуза винтажная и купила я ее за 125 рублей на скидке 50%. Следующая находка абсолютно новая, с этикеткой брюки темно-синего цвета, выполненная из стопроцентного шелка от популярного модного голландского бренда Super Trash, у которого кстати даже есть свой глянцевый журнал. И купила я эти брюки в день завоза за 350 рублей. Следующая роскошная находка это огромный шелковый платок от французского модного дома Hermès. Это указано на самом платке и также есть бирка, на которой указано, что это стопроцентный шелк. Модный дом Hermès был основан в 1837 году во Франции как мастерская по изготовлению экипировки для экипажей и верховой езды. Вряд ли Тьерри Hermès мог предположить, что основанная им мастерская будет жить веками и станет основой модной империи. В 20-е и 30-е годы наряду с кожаными аксессуарами выходит первоименная сумка, первоименной шарф и коллекция женской одежды. Логотип Hermès был утвержден в 50-е годы и с тех пор больше не менялся. Следующая находка бежевое трикотажное платье в длине миди. На сегодняшний день это очень актуальная модель. На нем не было бирок с указанием бренда и состава, но скорее всего на ощупь это вискоза и хлопок. Она очень приятная и хорошо держит форму. И купила я его на скидке 50% за 375 рублей. Следующая находка это водолазка бордового цвета с укороченными рукавами от бренда TU состоит на 56% из шелка, 30% вискозы и 14% нейлона. И как раз эту водолазку я покупала в торговой сети кипарис за 300 рублей. Следующая находка это бежевая юбка длины миди в красивую клетку. К сожалению бирка с составом и названием бренда была срезана, но по ощущениям здесь присутствует шерсть. И купила я ее на скидке 50% за 125 рублей. Еще одно классическое пальто в длине миди цвет Camel от масс-маркет бренда Reserved. Конечно у него не такой хороший состав как у двух предыдущих 78% полиэстера и 20% вискозы, но оно понравилось мне тем, что очень структурированная, держит форму классического кроя. И досталось мне на скидке 50% всего за 250 рублей, поэтому почему бы не взять. И дополним этот комплект яркими акцентными сапогами, выполненными из натуральной замши от известного итальянского бренда люкс класса Sergio Rossi, который был основан в 1960 году. И даже сам Gianni Versace был поражен дизайнерскими решениями, удобством и качеством изготовления этой обуви. Сапоги минималистичные, актуальные модели с квадратным мысом, красивым каблуком и дополненные аккуратным лаконичным бантом. И купила я их в день завоза за 350 рублей. Я предпочитаю не брать изделия из натуральной замши в секонд-хенде, потому что их очень сложно чистить. Но в этот раз я сделала исключение, потому что сапоги были в очень хорошем состоянии и почистила я их обычной пеной очистителем. Еще один аксессуар из стопроцентного шелка. Это двухцветный шарф с очень красивой вышивкой. Есть бирка, на которой указан состав. И внутренняя его сторона выполнена в более темном цвете. Отлично впишется в этот образ яркая минималистичная сумка красного цвета, выполненная из стопроцентного тайского шелка. Такая сумка мне встречается в секонд-хенде впервые. И купила я ее на скидке 50% за 125 рублей. И еще одна находка ремень из натуральной кожи бежевого цвета с тиснением под рептилию. Купила я его в день завоза всего за 200 рублей. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok